Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о чем договорились на ОПЕК+, что ожидать от Non-Farm Payrolls, который будет опубликован сегодня, как был опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице и поговорим о том, что в целом происходит, конечно же, на рынке. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и также ваши вопросы оставляйте в комментариях, я обязательно на них отвечу в ходе следующих видео. Ну и также сегодня сделаю ответы из видео, которое мы записывали в предыдущий раз. Итак, начнем, наверное, с ключевого. Это договоренность ОПЕК+, о чем же смогли договориться. И в этой связи мы уже практически видим позитивную реакцию рынка нефти. Договорились на снижение, начиная с 1 января ОПЕК+, Россия. Договорились об общем снижении на 500 тысяч баррелей в день суммарной добычи, по крайней мере, до марта. То есть здесь в целом договорились о том, что будут мониторить процесс восстановления спроса на нефть и в зависимости от его восстановления уже будут регулирования данной добычи. Но, соответственно, сейчас на текущий момент то, что рынок воспринял позитивно, то что, по крайней мере, до марта объем будет снижен. То есть и так до этого снижали до 7,7 миллионов баррелей в день, сейчас будет 7,2, начиная с 1 января. Соответственно, для рынка нефти это, безусловно, позитив и нефть продолжает расти, поэтому уже заход выше 50 по нефтемарке Brent вполне вероятен в ближайшее время. Но дальше уже диапазон движения 50-55 здесь уже будет открыт. Поэтому этого, в принципе, рынок и ждал и на текущий момент данное движение также у нас продолжается. Также важно отметить то, что на текущий момент мы с вами можем видеть ситуацию, при которой рынок начинает, также продолжает расти с точки зрения общего именно новостного фона. И, собственно, позитива, который мы видим на американском фондовом рынке, то есть все эти вещи, они тоже важны. И, соответственно, на текущий момент мы ожидаем сегодня также публикацию данных по количеству насозданных рабочих мест не сельского хозяйства. Здесь ожидается небольшое снижение, которое было по сравнению с предыдущим месяцем. В прошлый раз было 638 тысяч, сейчас ожидается 528. В целом мы понимаем то, что коронавирус все еще продолжается. Возможно, спрос на рабочую силу не растет так, как количество зараженных. Но вакцина уже близко и вряд ли данная публикация может сильно повлиять на рынок. А вот Jobless Climbs, которые были опубликованы ранее, они, наоборот, говорят о позитиве с точки зрения восстановления уже непосредственно рынка. Соответственно, в текущий момент также мы с вами видим то, что уже по ключевым инструментам мы опять обновляем локальный максимум. И фактически уже тренд, новый тренд, ослабление американского доллара, он вновь набирает силу. Соответственно, начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар. Евро-доллар смог на этой неделе уйти выше отметки 1.20 и довольно-таки неплохо закрепится. Сейчас торгуемся уже по 1.21.50. Собственно, в рамках данной текущей информации можем говорить, что вот тот диапазон боковой, который у нас был сформирован с 4 августа по 24 ноября, он завершился. И сейчас тренд вновь набирает ускорение. Поэтому теперь я буду искать возможности покупки на коррекциях, которые будут. Потому что если ранее, до момента преодоления данного целевого уровня, и ожидал возврат на 1.16, на 1.17, то теперь вряд ли мы можем в ближайшее время увидеть евро там. Поэтому коррекции в область 1.19 и 1.18 уже здесь будут рассматриваться как интересными для входа на продолжение как раз данного тренда. По британской валюте мы также видим, пока еще мы не обновили локальный максимум, который мы видели в конце августа, но мы торгуемся довольно-таки близко. Поэтому здесь сценарий остается точно такой же. Буду ждать коррекции, заходить на данных коррекциях. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь также усиливается тренд на ослабление американского доллара. Мы уже ушли ниже минимального значения, которое мы видели в начале ноября. Поэтому здесь также тренд продолжает ускоряться. Поэтому здесь я для себя тоже буду ожидать уже коррекцию, но вероятно к зоне ценности. То есть пока это уровни в области 1.29. И с этих уровней также буду рассматривать вход на продолжение как раз данного нисходящего тренда, пока он удерживается. По паре американский доллар, японская иена. Здесь пока мы не увидели обновление локальных минимумов. То есть здесь все-таки последние несколько недель мы видим больше торговли в таком боковом движении. То есть верхняя граница, то есть вот это как раз хорошо видно на часовом таймфрейме. Это область 104.70, нижняя граница 103.67. То есть плюс-минус там, где мы торгуемся сейчас. То есть пока с точки зрения часового таймфрейма, да, мы получили импульс вновь нисходящий. Это произошло вчера, но мы уперлись в область поддержки на 103.67. Поэтому здесь пока я входить на продажу также не буду. Поэтому здесь я бы ждал больше, чуть более высокой коррекции по данному инструменту. Тогда буду заходить уже также на продолжение тренда. Австралиец вновь обновляет локальный максимум. То есть уже торгуемся выше максимальной значения августа. Но не так уверенно обновляет, как евро. И тем не менее, то есть здесь также тренд пока мы видим на ослабление американского доллара. Поэтому коррекции и в зону ценности. То есть я пока уже не ожидаю движения в область 70 на текущий момент. Но если будет коррекция в область 72, то с текущей с этих уровней я для себя вход, конечно же, рассмотрю. А новозеландец также продолжает расти. Немного замедляется вот то ускорение, которое было. Но тем не менее, пока тренд сохраняется восходящий. Вчера мы вновь видели новый локальный максимум. Поэтому, ну как я уже говорил, то сейчас новозеландец находится на довольно-таки высоких уровнях. Он явно перекуплен. Поэтому с текущих уровней, конечно, я входить не буду. Буду здесь тоже ждать коррекцию. Золото. По золоту я для себя также предполагал здесь вход. Но пока с одной стороны мы видим движение здесь набирает обороты нисходящие. Ну понятно, что растет фондовый рынок. S&P 500 обновляет локальный максимум. И спрос на рисковые активы, конечно, все больше. Соответственно, выходит из золота. Сейчас вот то движение, которое мы видели восходящее, оно пока в текущих реалиях выглядит коррекционным. Поэтому заходить в него я с текущих уровней, конечно, не буду. Я просто ставил отложенные ордера чуть ниже. Но цена к ним не дошла, не скорректировала, чтобы меня взять, соответственно, в данную сделку. Поэтому пока возможно, возможно, я рассмотрю сделки на продажу. Так как все-таки с точки зрения дневного таймфрейма у нас здесь мы видим формирование уже нисходящей формации. Мы фактически видим, находимся в волне новых локальных минимумов. То есть то, что сейчас происходит. Поэтому если сформируются уровни с текущих цен там 1840, то краткосрочно, да, то есть на движение в область 1720 здесь я попробую также золото продать. Опять же, если я буду оставаться в рисках. Поэтому посмотрим, как это будет действовать дальше. Но пока купил бы из 1772, но туда мы не дошли. Сейчас уже сделки на покупку открывать, на мой взгляд, поздновато. По индексу DAX. Вот здесь началась небольшая коррекция. Здесь мы видим, что, во-первых, да, то есть область сопротивления все-таки все еще удерживается. Это максимальное значение, которое мы видели в августе. Это отметка 13400. И от нее сейчас также началась коррекция. То есть коррекция началась во вторник, в среду, прошу прощения, 2 декабря. И продолжается до сих пор. Поэтому посмотрим, где она становится. Возможно, будут неплохие уровни для входа на продолжение роста. Конечно, в идеале снизится в область 12400. Вот оттуда я бы, конечно, к индексу DAX еще раз присмотрелся. Ну, а S&P 500 продолжает обновлять локальный максимум. Вчера мы видели вновь новый локальный максимум. Все выше и выше. Соответственно, позитива для роста все еще остается. Это и вакцина. И, собственно, ждем мы 10 декабря, то есть следующую неделю, и решение от FDA по регистрации вакцины Pfizer и Moderna. Если они ее проведут, то, собственно, новый виток импульсного роста здесь вполне вероятно, что мы можем увидеть. Конечно, это позитивно будет для фондового рынка и для S&P 500. То есть, если у вас есть акция в портфеле, то, вероятно, это также на них, безусловно, повлияет. Поэтому здесь новых сделок пока я не планирую, пока не будет коррекции, заходить в S&P 500 я не буду. Ну, а вот как раз нефть, то есть то, что мы с вами обсуждали в начале, предпосылки того роста, которые были, они продолжают реализовываться. И, собственно, сейчас нефть, сегодня также уже в нефт марке Brent обновляет локальные максимумы. И торгуемся вблизи уже отметки 49.75, то есть вплотную подходим к уровню 50. Соответственно, с текущих уровней, по крайней мере, до марта, ту информацию, которую мы получили от ОПЕК+, мы можем считать позитивной. Поэтому пока ожидаем среднесрочное продолжение также роста нефти в область 55 и 60. Поэтому для тех, кто нефть держал или нефть держит нефтяные компании, то, конечно, эта новость выглядит позитивной. Итак, по основным инструментам мы с вами посмотрели и разобрали. Я также хотел напомнить, что у нас стартует курс онлайн, курс трейдинг «Быстрый старт», который начнется 9 декабря уже на следующей неделе. И если бы вы хотели также в нем принять участие, то можете зарегистрироваться по ссылке в описании к этому видео. Находится эта информация на сайте Admiral Market в разделе обучения вебинары. И буду рад вас видеть на этом трехдневном курсе, где в течение трех дней мы будем как раз разбирать аспекты трейдинга, что для этого необходимо, как формировать торговую систему. Также коснемся и инвестиционных моментов, то есть как это использовать. Поэтому регистрируйтесь. Для того, чтобы принять участие в данном курсе, необходимо наличие счета в Admiral Market, пополненная на сумму минимум 200 евро. Торговать на эту сумму не обязательно, но у вас должен быть реальный счет. Таким образом мы принимаем практически только заинтересованных людей, кто готов двигаться дальше. Поэтому приходите туда. Если вы новичок, если вы только начинаете ваш путь в трейдинге, то рекомендую посетить данный курс. И, как я обещал, также будем рассматривать те вопросы, которые вы оставляете. Собственно, я бы хотел, наверное, прокомментировать тот вопрос, который был оставлен в прошлом видео по поводу, почему я не сижу на заплате, а не под пальмой на Мальдивах. Но на самом деле это очень интересный образ мышления. То есть я не столько хочу прокомментировать ответственный, сколько сам вопрос. Потому что действительно нам всем кажется, что инвестор, что трейдер, это человек, который сидит под пальмами, ничего не делает, у него где-то стоит коробочка, которая зарабатывает ему деньги. Он сидит и, собственно, наслаждается жизнью. Но на самом деле это не так. То есть в любом случае это работа. То есть я даже выбирая 2-3 акции, которые покупаю вместе, я трачу часы на того, чтобы провести анализ, сравнить акции, посмотреть, насколько это может быть разумное вложение. И по факту это занимает огромное количество времени. И с одной стороны, да, мне интересен и сам процесс, который идет, в котором я анализирую инструменты и принимаю решения. Конечно, я предполагаю, что мои действия, которые я делаю сейчас, отразятся на моем доходе в будущем. Но здесь не говорится о том, что мы сможем заработать быстро и сразу. Здесь нет, здесь не про это. Вот тут, к сожалению, очень много такого мнения, да, что мы, кто приходит на этот рынок, это то, что вы сможете, да, много быстро и сразу заработать. Так вот нет, такого не будет. Здесь важно как раз быть в этом плане разумным и максимально системно к этому подходить. Потому что быстрых заработков здесь не будет. Это не об этом. Ну и также был вопрос по поводу криптовалюты. Собственно, с точки зрения спекуляции, да, особенно краткосрочных. Ну, здесь был аргумент, что криптовалюта торгуется по выходным. Ну, не знаю, лично я предпочитаю проводить по выходным время с семьей. И я не торгую там внутри дня. Собственно, поэтому для меня этот инструмент не очень интересен. У меня куплено несколько валют, криптовалют. То есть я покупал их там несколько лет назад с точки зрения как диверсификации моих инвестиций. Были куплены не совсем, не очень большим объемом. Но с ориентиром на то, что они могут вырасти там в 10, в 20 раз, да. То есть в этом случае это будет интересно. Если я потеряю эту сумму, то она крайне несущественная. То есть я вот в таком случае только для себя рассматриваю криптовалюты. И да, с точки зрения спекуляции могут быть довольно-таки высокие комиссии, довольно-таки высокие издержки. Поэтому здесь тоже нужно подходить к этому аккуратно. Ну, а если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, также, пожалуйста, оставляйте их в комментариях к этому видео. Не забудьте поставить лайк. И я также ответю на ваши вопросы уже в ходе нашего следующего видео. Ну, а на сегодня это все. Следующая неделя обещает быть довольно-таки активной, довольно-таки интересной. Ну, а сейчас желаю всем завершения хорошей текущей недели. Увидимся на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.